28 августа 1635 года. Испанию охватил траур. Люди толпами выходили на улицы Мадрида, молились на панихидах в церквях. Девять дней страна прощалась со своим любимцем, национальным героем, Феликсом Лопе де Вега Карпьо. Гениальный драматург, поэт, основоположник испанского театра, автор бессмертных пьес «Овечий источник», «Дурочка» и «Собака на сене». Лопе де Вега написал 1800 комедий и утверждал, что ни над одной из них не работал больше трех дней. Он вообще оставил произведения практически во всех жанрах, которые существовали в тогдашней испанской литературе. Поэт народный. Его простой человек в театре воспринимал как своего. Это была понятная и очень красивая поэзия. Конец был очень всегда неожиданный. Самое интересное, что это комические произведения больше, чем драматические. То есть они нас радуют, они нас веселят и они нас смешат. Великий драматург рассказывал, что многие пьесы он написал буквально за сутки, а некоторые просто за завтраком. Даже если он приукрашивал, он все равно писал поразительно быстро. И главное, как он писал. Недаром восторженные современники называли его океаном поэзии, фениксом Испании. Испания конца 16 века. Всего столетие прошло с тех пор, как Пиренейский полуостров был окончательно отвоеван у мавров. Так называли проживавших на территории Испании арабов и берберов. В стране работала инквизиция. Происходили гонения на маранов и марисков, принявших христианство, но обвиненных в тайной приверженности вере предков. Казалось бы, в атмосфере подозрительности и религиозной нетерпимости театру трудно существовать, не то что процветать. К тому же за сто лет королевское правительство трижды его запрещало. Но театр переживал свой золотой век. На самом деле речь идет о двух веках. Это время примерно с самого конца 15 века, с так называемого чудесного года Анну Смирабили с 1492 года и до смерти Кальдерона, очень условно, 1680-го. Ну вот, 16-е и 17-е века. Этот период называют золотым веком. С одной стороны идет такое падение экономики, а с другой стороны необыкновенный взлет в сфере искусства. И в архитектуре, и в живописи, и, конечно же, в театре. Вот эта эпоха, в которой одновременно существуют великие художники и великие писатели. Веласкес, Сервантес, Лопа де Вега, потом Кальдерон. Феликс Лопе де Вега Карпио родился в 1562 году в Мадриде в семье зажиточного вышивальщика по золоту, происходившего из астурийских крестьян-горцев, которые гордились участием предков в реконкисте и не прочь были причислить себя к мелкому дворянству. Но Лопе дворянских прав не имел, и его никогда не именовали Доном. Отношения между его родителями трудно назвать идиллическими. В них царствовала Ее Величество Ревность, позже ставшая одной из главных тем творчества знаменитого поэта и драматурга. Пример взаимоотношения отца и матери выработался у него стереотип взаимоотношений с женщинами. То есть он должен был покорять, добиваться своей цели, а потом бросать. У него даже не ревность проявилась, а стремление заводить новые связи, то есть побеждать женщинам, соблазнять женщинам. Известно, что мать была очень набожна. Вместе с тем они оба, родители, хотели дать своим детям хорошее образование, много учили. Часть своего детства он провел в доме дяди Инквидитора, который, несомненно, был человеком образованным. Это люди, которые получали хорошее образование. Его же не случайно отправили учиться в иезуитскую коллегию. Иезуиты как раз знаменит своим хорошим образованием. Лопе де Вега уже в четыре года знал латынь. В десять переводил римского поэта Клавдиана, демонстрируя свою необычайную и поэтическую одаренность и, на удивление родителей, понимание эротического смысла этого произведения. А первую пьесу под названием «Истинный любовник» мальчик сочинил в 13 лет. Способности и наличие у семьи средств позволили ему учиться в университете Алькалы, из которого позже вырос самый крупный на сегодняшний день университет Испании – Мадридский. Закончить его будущий драматург, правда, не смог. Его изгнали из столицы на 10 лет. Причина – скандальный роман Лопе де Вега с молоденькой актрисой. Разрыв сопровождался ощущением обиженности и оскорбленности. Он пишет сатирические стихи, которых осмеивает эту самую свою бывшую возлюбленную и ее такой, как он полагает, корыстный брак. Ну вот в результате, поругавшись с труппой, с директором труппы, отцом актрисы, с актрисой, он попадает за клевету в тюрьму, а потом уходит в изгнание. Он даже не разрывал отношения, а он скрывался от последствий своих деяний. Человек, у которого принципы зависят от сиюминутной выгоды. Опять же, это говорит о том, что он импульсивный. Его поступки обусловлены не разумом, а вот эмоциями, чувствами, которые происходят в данный момент. И это все находило выход в творчестве. Творчество и любовь теперь будут существовать в жизни Лопе де Вега неразрывно. Бурные отношения с женщинами начались у драматурга в 17-летнем возрасте. От одной из дам, имевшей неосторожность родить от него ребенка, он сбежал. Разумеется, как и положено благородному человеку в те времена, на войну. Его путь лежал через Атлантический океан к Азорским островам. В 16 веке Испания была, можно сказать, наиглавнейшей колониальной империей. И заодно присматривалась к соседней Португалии. А там как раз возник династический кризис, что было на руку испанскому королю Филиппу II. И по его приказу сухопутные войска пересекли границу, а испанский флот отправился завоевывать португальские колониальные владения. И великий драматург поспешил на войну. Когда испанский король решил покарать непокорную Англию и начал собирать в испанских портах огромный грозный флот под названием «Великая Армада», Лопе де Вега было 25. Его бывший командир времен Азорской экспедиции пригласил своих старых солдат принять участие в этом походе, сулившим в верную и блистательную победу. Но вместо нее было тяжелое, унизительное поражение. Лопе де Вега вернулся целым и невредимым. Но в этих сражениях потерял брата. Для Испании вообще очень важен культурный, нравственный идеал человека, который одновременно является властителем дум и одновременно человека, который озабочен историей и участвует в событиях, в том числе военных. Есть даже такое специальное выражение, которое сформировалось еще в поздние и средние века «Омбре де армас и летрас» – «человек, буквы и битвы». И почти все испанские великие писатели так или иначе под это определение подходят. Незадолго до отплытия Великой Армады Лопе де Вега вступил в брак. Свою будущую жену, Изабеллу, он похитил с полного ее согласия. Вот только девушка была несовершеннолетней, а ее отец занимал должность начальника городской полиции Мадрида. После возвращения из английской экспедиции Лопе де Вега поселился с женой в Валенсии и начал творить. Успех его пьес был колоссальным. Изабелла родила ему первенца, дочь, которую назвали Антонией. Но, увы, семейное счастье оказалось недолгим. Трехлетняя девочка заболела, и медицина того времени ничем не смогла помочь. Она умерла, и это чудовищно подействовало на жену. Она впала в тяжкую депрессию, стала молчаливой, отстраненной. И рождение второго ребенка не помогло. Она так и не вышла из этого горя. И вскоре ушла в мир иной. И самое ужасное состоит в том, что и вторая дочка ненадолго пережила мать. От этого страшного горя Лопе де Вега долго не мог прийти в себя. В его произведениях все чаще стали встречаться философские рассуждения о жизни и смерти. С каждым годом его писательская палитра становилась все богаче. И это было с восторгом оценено испанской публикой. Лопе де Вега создал и систему жанров, и такую некоторую, знаете, очень гибкую структуру. Вот такую легкую трехчастную пьесу с таким определенным набором небольшим, 6-8 персонажей, действующих лиц, отличающихся невероятным темпом, очень слаженной такой внутренней структурой. Она была очень естественной, эта структура, в отличие от тяжеловесной, классицистической. Торте Гайгасет говорил, что театр французский аристократичен, театр испанский народен. Вот это самое главное отличие, и это то, что вводит Лопе де Вега. Вот романс, копла, вот пошли вот эти вот то, что народ поет на улицах. И это вот он пишет красивыми стихами, не высокопарными и не возвышенными. И короли, и принцессы могут говорить довольно народным языком, на удивление. Главным действующим лицом в пьесах Лопе де Вега был его величество случай. Он вторгался в плавный размеренный ход событий и смешивал человеческие отношения, доводя их до степени высокого драматизма, для того, чтобы разрешиться в назидательном финале, утверждающем важные с точки зрения морали ценности. Он сочинил такое новое руководство по написанию комедий. И в этом руководстве он практически все отменил, чем пользовались драматурги, начиная с времен античности. Аристотель сформулировал три основных правила драматургии. Единство места, времени и действия. Лопе де Вега оставляет только единство действия. То есть не должны отвлекаться особенно от основной линии. Потом это все нарушит, скажем, уже в 20 веке какой-нибудь Беккет. Единственных действий тоже нет. Все говорят, бог знает что. Драматургу важно держать зрителя в постоянном напряжении. Лопе де Вега писал, «Видя, что горячка испанца не успокаивается, пока за два часа ему не покажут всего, начиная от сотворения мира до страшного суда, я говорю так, раз в театре нужно доставить удовольствие, то все, чем оно достигается, благо». Этой задаче у него подчинено действительно все. И неожиданные сюжетные повороты, и рискованные с точки зрения власти и церкви высказывания, и яркие комические элементы. Например, слуги очень часто играют роль вот этих комических персонажей, шутов. У них есть свое амплуа, он называется «Грасйосо». И вот этот самый «Грасйосо» веселит публику. Кстати, тип «Грасйосо» – это Санчо Панса у Сервантеса. Он снижает все время образ главного героя. Трюкач, клоун в цирке. Те же номера он делает за прекрасным гимнастом в цирке. Это роль «Грасйосо». Лопе де Вега постоянно помнил о том, что его пьесы написаны для зрителя. Он следил за тем, чтобы они не были чрезмерно длинны, чтобы регулярно случались неожиданности, и чтобы зритель верил в реальность происходящего на сцене. «Несмотря на свою славу, выдающийся драматург в зрелом возрасте то и дело попадал в тюрьму. Однажды его посадили за то, что коллега обвинил его в том, что он сорвал спектакль. В разгар представления кто-то разбил склянку с дурно пахнущей жидкостью. Слава богу, скоро нашли настоящего злоумышленника, и великий драматург вышел на свободу». Помни об этом, Лопе де Вега старался не раздражать сильных мира сего – власть и церковь. Намеки – да. Но, боже упаси, выходить на уровень обобщения. За это можно угодить на допрос к инквизитору. Церковники и так не раз обращались к светской власти с требованием запрета тех или иных легкомысленных постановок. Лопе не бунтовал. Он просто хотел, чтобы зрителю было интересно. С инквизицией он и вовсе старался дружить. Были найдены сведения, что однажды Лопе де Вега даже руководил церемонией сожжения на костре одного францисканского монаха, заподозренного в ереси. Было ли это на самом деле? Кто знает. Инквизиция, к моменту, когда с ней имеет дело Лопе де Вега, она уже гораздо менее такой жесткий, что ли, аппарат надзора за жизнью верующих. Лопе де Вега известно, что он выполнял некоторую такую роль чиновника низшего разряда в системе судов инквизиции. Это была и какая-то защита от цензурных нападок, и одновременно какой-то такой финансовый денежный доход. Это тоже было немаловажно. Лопе был безусловно человеком верующим. Испанцы были благодарны своему лучшему драматуру. Его имя произносили с благоговением. На постановке его пьес зрители валили толпами, театральные трупы выстраивались за ними в очередь. Многие зажиточные люди приезжали в Мадрид только для того, чтобы хоть одним глазком взглянуть на знаменитого Лопе. Пожалуй, ни его великому современнику Шекспиру, ни более позднему Мольеру при жизни и не снилось, такая слава. Называли его при его жизни океаном поэзии. Это прямо с большой буквы. Вот название. Человек так зовут. Испанским фениксом, потому что он действительно мог просто несколько раз исчезнуть со сцены вообще. Например, его сажали в тюрьму. Существовала молитва. «Верю в Лопе всемогущего поэта неба и земли». «Крео ин Лопе todo poderoso, поэта del cielo и della terra». Если надо было сказать, что эта вещь сделана превосходно и отлично, говорили «эс де Лопе». Это как у Лопе. Его просто очень много переводили во Франции, в Италии. Творчество Лопе де Вега приносило ему огромные деньги. Прекрасно окупались пьесы, написанные для широкой публики. Не было отбоя и в частных заказах. Богатые люди считали за счастье получить что-то от самого Лопе де Вега. Заказы ли лись рекой? Поскольку это было очень много продукции, не все это шедевры. Он сам говорил, что он написал полторы тысячи пьес. Его первый биограф говорил, что это две тысячи. Сейчас мы имеем 400 с лишним, из которых 315 считаются пьесами уверенной атрибуции. Это очень много. Он вообще говорил, что он может написать пьесу за 24 часа, а то и за утро. И все же главным источником дохода для Лопе де Вега оставался театр. Потребности испанского театра в ярком драматургическом материале были высоки, как никогда. Например, одна из известных труп за 8 месяцев поставила 40 премьер. К моменту, когда Лопе де Вега оказывается в зените своей славы, то есть к началу 1600-х годов, королевские трупы играли представления каждый день. Кроме субботы. Шесть дней в неделю. Несколько театров в каждом городе. По всей стране. Это огромный объем театральной продукции. Но в ту эпоху литераторы редко бывали богатыми людьми. Великий современник Лопе Мигель де Сервантес, автор Дон Кихота, всю жизнь был нищим. Педро Кальдерон жил очень скромно. А у Лопе получилось стать чуть ли не единственным профессиональным писателем своего времени и заработать на этом огромные деньги. А на них содержать своих многочисленных жен, детей и любовниц. Великий драматург нашел и ключ к финансовому успеху. Точное понимание предпочтений публики. Безукоризненно выбранный сюжет. Умение себя подать. И, конечно же, фантастическая работоспособность. Один из его друзей вспоминал. Да я своими глазами видел, как всего за несколько часов он написал 18 листов пьесы. И в таком темпе работал почти целые сутки. Лопе де Вега многие завидовали. Например, Сервантес, который тоже очень хотел писать для театра, но не получилось. К тому же эти два великих испанца были людьми слишком разными. Сервантес – человек высоких нравственных и гражданских убеждений. Не понимал своего склонного к информиизму и готова выйти на поводу у публики современника. Они были соседями, жили в Мадриде, в знаменитом районе писателей. И даже не раз хвалили творчество друг друга. Сервантес – старший современник. Их отношения – это отношения неприязни и соперничества. Сервантес был человеком абсолютно гениальным, но немножко чужим в литературных мадридских кругах. Лопе де Вега в этом смысле как раз был как рыба в воде. Сервантес дал Лопе, его знаменитое прозвание – феникс-гениев или чудо-природы, чудовище, монстру, натуралеса. В творчестве Лопе де Вега все обстояло благополучно. А вот в личной жизни постоянно что-то шло не так. Через четыре года после смерти жены и детей он вступил в новый брак с дочерью богатого торговца. При этом он не расставался со своей постоянной любовницей – Микаэлой Делухан. Красавицей, одной из первых испанских профессиональных актрис. Случались у него и короткие интрижки. Такой уж был человек. Похоже, он был просто неспособен на верность одной женщине. Он, по-видимому, был человеком очень таким пылким и яростным. Поэтому он яростно любил и яростно ненавидел. Если любил, то каждая из них становилась объектом его стихов. Получало такое поэтическое имя. Но если уж ненавидел, то тоже от души, потому что сочинял сатирические стихи, где говорил, что она продаётся его бывшей возлюбленной любому, лишь бы хорошо и дорого заплатили. Конечно, речь идёт о психопатизированной личности с довольно лёгким отношением к жизни, где преобладает эмоции. То есть сейчас я намекаю на некоторую истеричность характера, истероидность. Она вполне естественна, потому что он всё-таки человек творческий и человек искусственный. Судьба как будто мстила драматургу за его легкомыслие. Вторая жена Лопе, Хуана, тоже умерла. Вслед за ней ушёл из жизни их общий сын, семилетний Карлос. Любовница Лопе де Вега, Микаэла де Лухан, пропала, оставив на его попечение дочь и сына. Но Лопе надолго не остался один. Он увлёкся замужней дамой по имени Марта. Она родила от него дочь, после чего её муж организовал на соперника покушение. Драматург чудом избежал смерти, а его обожаемая Марта ослепла и зашла с ума. Трагедии одна за другой случались с его многочисленными детьми, законными и внебрачными. Один из сыновей Лопе погиб в море. Младшую дочь похитили и изнасиловали. Об этом судачил весь Мадрид. Это, поистине, жестокая кара. Как-то он к этому относился, на мой взгляд, достаточно легко. То есть он пытался из этого, опять же, сделать какое-то произведение. Он не стревал на этих переживаниях. Что бы ни происходило в жизни Лопе де Вега, он продолжал писать. За несколько дней до смерти закончил поэму «Золотой век». Трудно придумать более символичное название для последнего произведения «Гения мирового масштаба», который задал вектор развития драматургии, да и литературы в целом, на многие века. Более того, последствия, с веками, на продолжение веков, без Лопе де Вега, без Кальдерона, нет дзюма, например. Просто он не мог возникнуть, ни на чем это было строить. Вот на испанской драме строится потом такой вот великий авантюрный роман, к которому приходят в 19 веке. Лопе де Вега умер в 72 года от сердечного приступа. Рядом с ним были только его ученики и друзья. В день похорон траурная процессия повернула к монастырю босоногих в Мадриде, чтобы настоятельница, внебрачная дочь драматурга Марсела де Сан Феликс простилась с отцом. Похоронили Лопе де Вега в церкви святого Себастьяна, но вскоре и задолго по оплате места останки перенесли на кладбище рядом. Со временем могила затерялась. Здесь, конечно, можно было бы произнести сакраментальную фразу «Сигтранзит, глория мунди, так проходит слава мира», но к нему это точно не относится. Прошло четыре столетия, но народе него по-прежнему уважают и почитают. И не только на родине. Его пьесы переводят и ставят по всему миру. Слава Испании его времени, огромной колониальной державы, канула в лету. А слава великого драматурга нетленна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова